Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо организаторам за приглашение. И как Сергей Анатольевич сказал, белая ворона, я прям белая-белая ворона здесь, в этой аудитории. И очень нервничаю, переживаю, как вписаться в такую аудиторию. И немножко у меня такой прикладной доклад, но мне кажется, что тема очень важная. Во-первых, я вас приветствую, 40 тысяч школьных библиотекарей страны. И, наверное, для вас, для многих удивительно, при чем здесь школьные библиотеки. Дело в том, что в разных концах мира, вообще на планете 1 миллион 200 тысяч библиотек, все они объединены в национальные ассоциации. И каждый год до событий мы в разных концах мира собирались до 3 тысяч представителей всех библиотечных сообществ. В каком-то конце мира обсуждали будущее библиотек. И тема искусственного интеллекта уже много лет назад возникла в нашей повестке. И когда я 10 лет назад была на аналогичном конгрессе в Сингапуре, там выступали представители и Гугла, и ЮНЕСКО. То есть мы не только хранение сегодня и выдача. И замечательно, что наша конференция проходит в стенах библиотеки, потому что библиотеки сегодня – это вот такое третье место. Это лаборатория творчества, это развитие человека, это очень интересное развивающее пространство. Это то, что я увидела, особенно в странах Юго-Востока. И, конечно, и мы не отстаем. Хотя система школьных библиотек, я уже 20 лет президент, два дня назад была в администрации президента у нового советника по культуре Емпольска Елены Александровны. И я как раз докладывала о том, на государственном уровне, что теряет Россия сегодня, оставляя школьные библиотеки в таком состоянии ветхом. Вот это наша профессиональная позиция, что библиотека должна стать мозгом и зоной опережающего развития. Мы знакомы с Джуди Сайкс, которая написала революционную книгу, и у нас уже второе издание. Вы видите, это «Школьные библиотеки. Дружественный мозг». Ребенка работа педагогов библиотеки Ремира сегодня основана на последних открытиях нейробиологов. И вокруг библиотеки IT-службы, которые работают на главного контентщика, и которые, ну, это защитные силы культуры. Вот в этом технологическом перекосе цифровизации образования этот процесс и у нас идёт с таким перекосом в России. И вот вы видите, наш мэтр, его называют Аркадь Басильевича Соколова, моего учителя. Ну, это мега-библиотека ВЕТ. К сожалению, несколько месяцев назад он ушёл из жизни. Его называют рыцарем ноосферы. Ноосферы, вот так мы рождали новую профессию. Ну, я думаю, это и ко всем библиотекарям имеет отношение, что мы медиапосредники между тремя сферами жизни. И вот здесь вы видите такой мой опорный слайд. Я его очень люблю. Мальчик, наверное, уже вырос, из школы ушёл. Я всё его повторяю. Вы видите, главное, да, в центре. Что ему делать-то под девятым валом информации? Нам ещё 10 лет назад в Сингапуре ЮНЕСКО сказали, что идёт удвоение информации каждые 2-3 дня. Гугл сказал 10 тысяч изменений в день. Это 10 лет назад. Представляете, везде меняются парадигмы образования. Из парадигмы знаний к парадигму смыслы. И сегодня мы понимаем, что наше будущее зависит от наших способностей работать со сложным знанием. И, как говорят учёные, все цивилизации прошлого разрушались из-за неспособности преодолеть барьер сложности. Поэтому и растёт запрос на вот такие новые компетенции. И с одной стороны вы видите вверху, да, вот эта достройка идёт нас, да. С другой стороны, Татьяна Владимировна Черниговская, с которой мы плотно работаем, она говорит, а мы для кого этот мир готовим? Вот для этих железных ребят? Если мы только будем искусственным интеллектом, робототехникой, кванториумом заниматься. И самое главное, да, модное слово сейчас постоянно говорят, что главное – это внутренний человек. На всех конференциях сейчас говорят учёные о расчеловечивании, о том, что вот этот перекос, и главное, конечно, экзистенциальные компетенции. И сегодня, надо сказать, что идёт такая смена парадигмы мировоззрения. Из левополушарных сегодня очень важно целостное мышление, самое главное – будущее, говорят, за правополушарными. Поскольку у меня маленький регламент, я буду прям быстро говорить. И из самых больших вызовов наши учёные говорят, что самое главное – это сегодняшний кризис мышления, который наблюдается. У нас в школьном образовании есть такое международное исследование ПИЗа. Это исследование понимания прочитанного. Наши 15-летние школьники демонстрируют результаты хуже среднего результата по Европе. Мы всё время показываем олимпиадников и считаем, что всё хорошо. Но на самом деле это 5-10% одарённых людей. Я была в Сириусе, я была в Артеке. У нас замечательные ребята с достижениями. Но, к сожалению, это 10-процентный слой. А все остальные ниже. Поэтому, конечно, всё это правильно говорят, что возникла в результате деформация естественного типа целостного мышления. То есть совокупная работа левого и правого полушария. У нас дети стоят на одной ноге на левой, потому что ЕГЭ – это буква, цифра – это левое полушарие. А правое требует мысли и образов, то есть образное мышление. И вот поскольку у меня доклад назывался «Та, человек достроенный», очень советую почитать Иосифа Фигенберга. Вот эта книга его «Достроенный человек», где он говорил о том, что на протяжении эволюции человека достраивали. Давали там одежду, палку, огонь. Теперь открытие интернета сравнивают по степени влияния на эволюцию человека с огнём. Это такое же, ну, как говорится, две стороны, да, можно и сжечь, и можно… Поэтому сегодня у нас достроенная реальность, искусственный интеллект. Для чего достраивает человек? Да для творчества. Потому что если рассмотреть вот ещё такой тезис «Человек предприимчивый», он создал мир капитализма, построил промышленное общество высокого технологичного уровня и постоянно растущего потребления. Но именно вот в момент своего навыщего взлёта он упёрся во все мыслимые и немыслимые пределы роста. И на место предприимчивого западный мир сегодня планируют поставить человека служебного. Появилось такое выражение послушного винтика огромной цифровой системы трансгуманизма. И вот реальное спасение человечества от тотального застой во все времена давало лишь творческий прорыв на новый уровень духовной и материальной культуры, социального устройства и технологического развития. И всегда этот переход осуществлял только творческий человек. И вот современный тупик развития имеет только один выход спасательный. Это творческое преображение всего человечества. И сможет это сделать человек творческий и созидательный. И, конечно, образование должно обеспечить такой переход. А учёные утверждают, что творчество – это не генетическая способность, а культурная. Поэтому так велики защитные силы культуры. Ну, про Вернадского я пропущу. Коллективный разум, да. Интернет – это некое создаётся такой коллективный разум. Но только Владимир Иванович Вернадский говорил, что коллективный разум должен быть одухотворённый. А у нас, к сожалению, этика отстаёт сегодня от технологий. Этот слайд говорит о том, что наши дети будут в сложном мире жить, и они переходят на нелинейное мышление, которое позволит им при целостном мышлении обрабатывать намного порядков больше информации в единицу времени. И вот такое мышление обеспечивается пятым и восьмым контуром мозга. Здесь любимый слайд Татьяны Владимировны Черниговской о том, что сегодня, как никогда, важно интуитивное мышление. То есть что к нам приходит, вот это распознавать, воображение. И именно это надо развивать сегодня детям. Вот это здесь, я так бегу, потому что регламент Наталья Петровна Бехтерева в 2008 году готовила международную конференцию нейробиологов. И не смогла сделать свой доклад, потому что за два месяца до этой конференции она ушла из жизни. Я была вместе с Татьяной Владимировной Черниговской в гостях в Институте мозга у сына Натальи Петровны, великолепного Святослава Силовича Медведева. И он мне подарил тезисы, не сделанном в Наталье Петровной докладе. Вот один из них вы видите на экране. Наталья Петровна последние годы занималась нейрофизиологией творчества. И вот здесь как раз мысль о том, что насколько вреден стереотип сегодняшним детям, и нам и нужны сложные задачи. А не так, что искусственный интеллект позволит детям написать работу, всё за него сделает. Вот это как раз, потому что самое главное – это плотность нейронной сети, это вот его эластичность. И вот это надо тренировать и развивать. И для того, чтобы быть ответственным и готовить детей в этот сложный мир, мы сами должны процессы этого сложного мира и механизмы творчества изучать. И вот буквально прям быстро, как происходило эволюционирование контуров мозга. С первого по второму вместе с животными шли. А дальше вот до четвёртого уровня развивались так называемые контуры головного мозга. Тем, кому это будет интересно, я готова в электронном виде потом переслать подробное вот это описание. И вот все наши гении работали с пятого по восьму контур. Сегодня наши дети в переходном состоянии. Они должны перейти на пятый контур развития, который позволяет нелинейно воспринимать наш нелинейный мир. Ну и здесь вот эта известная лестница Пиаже. Также здесь самое главное, что мы говорим, что мы пропускаем вот этот первый этап, который является определяющим, то есть подключать сенсорное. То есть проводим сегодня тренинги для педагогов, как можно при той же образовательной программе сделать так, чтобы дети понимали и запоминали, чтобы долговременная память работала. Для этого надо, чтобы они прочувствовали информацию. И нужна образная речь. Вот у нас есть флагманский проект «Читающая школа». Вы знаете, постоянно сейчас запросы идут на советы по чтению. И мы педагогам, не только словесникам говорим, что у них профессиональная потребность должна быть в чтении, потому что язык – это инструмент мышления. И я могу редакторским ухом, я главный редактор 24 года, двух журналов, я ухом слышу бытовую речь. И я понимаю, что этот учитель образно ребенку ничего не объяснит. У него очень слабый словарный запас. И, естественно, вот вы видите, что природный дар, который заложен в детях, вот только исследования показывают 8% только детей используют. Ну и так немножко вам, вас повеселить. Это мне австралийские библиотекаря подарили этот слайд. Вот вы видите, да, что он в две стороны смотрит. Значит, у вас и правое, и левое полушария работают. Да? Увидели? Да, да. Вот. Ну, конечно, как говорил Гоголь, в нем не вырос внутренний человек, а Горький говорил, ему нечем жить. Мы говорим, что лучшие инструменты, это подтверждает нейробиологи, тренировать, да, это чтение. Ну вот мне нравится это очень объяснение Павла Лукши, который тоже наш большой друг, что надо нам всем сегодня учиться читать многомерно. И русский подход был, вот, выраженный, я заканчиваю, хорошо выразил Иван Ильин, да, что это всегда, это, ну, была сила духа, что... И я уже много лет эксперт Госдумы по ФЗ 436-му закону. Это закон об информации, носящий вред здоровью развитию детей и по правоприменению, когда мы с субъекта выезжали с Лигой безопасного интернета, с айтишниками. Они говорили о технологическом решении информационной безопасности. Я всегда говорила о педагогической, когнитивной, и я была знакома с Капицей последние два года его жизни, и он вел понятие внутреннего фильтра. Да, то есть в информационной безопасности ядром является, конечно, духовная безопасность, поэтому нам надо формировать вот такой навык, да, образный, нашу роль в переходе, и все. Коллеги, пару вопросов из зала. В онлайне нет вопросов, только одна реплика. Исследования ПИЗа не проводились в России с 22-го года. Ну, это реплика. Да, да. Я зато с начала 2000-го года у нас результаты в третьем и четвертом десятке. Коллеги, вопросы? Два вопроса. У меня есть вопрос. Я на правах отца, у которого сейчас в разных классах учатся четыре ребенка. Значит, ну, в разных классах, соответственно, я в некой степени наблюдаю. Я, прошу прощения за слово, деградацию средней школы. И могу какие-то, в моем частном случае, да, поделиться ощущениями от причинно-следственной связи. Действительно, это за это время, там, десятилетнее, да, когда там первый ребенок поступил, теперь там где-то на выпуске находится, качество образовательной системы изменилось. Да, я из Петербурга, да, я говорю, наш частный, локальный, северный случай. Когда-то это была вторая или третья, по-моему, в рейтинге школы в Петербурге. Сейчас она там, не знаю, с конца списка, наверное, уже, да. И причинно-следственная связь, она очень простая. Это значительной степени усиления директивного метода управления в школе. Тогда, когда администрация школы, ну, шаг влево, шаг вправо в образовательной программе, там, да, значит, попытка к бегству, прыжок на месте, да, расстрел. И это единственная причина, потому что в этом случае, ну, то, что называют, там, корпоративная культура, да, или мотивация, это все нивелируется, сводится к личному мнению, в данном случае, одного единственного человека, который называется директор в школе. И педагогический состав входит, качество его меняется в худшую сторону, естественно, да, потому что трудно работать с таким директором, нормальному педагогу, который все-таки вот то, о чем вы говорите, приветствует. С вашей точки зрения, вот эта проблема, которую я обозначил, она частная, или все-таки это системная проблема школьного образования у нас в стране? Ну, сегодня система школьного образования России в таком переходном, внутри перехода в новую парадигму. И поэтому это вообще мировоззренческая задача, очень много сложностей, я внутри системы нахожусь, я об этом знаю. И мне кажется, что вот необходимо возрождать наши отечественные традиции, потому что качество образования было высочайшее. Например, в Санкт-Петербурге в гимназии, который Дмитрий Сергеевич Лихачев закончил, директором был Карл Май, у него был девиз «Сначала любить, потом учить». То есть сегодня очень важна творческая среда и для педагога, и для учащегося. И вот такую среду, у нас очень пестрая картина в России, я очень много езжу по стране, есть великолепная школа, великолепные творческие директора. Конечно, от руководителей, но его сейчас прессуют отчетами, очень документооборот огромный, это на всех коллегиях сейчас говорят. И она, с одной стороны, объективно трудная задача, с другой стороны, все зависит от личности руководителей. Спасибо. Ответила? Спасибо большое. Еще вопросы есть? Есть ли еще вопросы зала? Огромное спасибо. Вам выражают также благодарность из нашего общего чата, где нас слушает 340 человек. Я не буду озвучивать, но там прямо как слога, много хороших, добрых слов, по-черкому. Спасибо.